Культура есть, история есть, все есть. Не хватало мира. И всегда со стороны, и везде нам принуждали взять оружие. Когда грузинский народ против кого-нибудь оружие поднимал, то возьмем даже тест Татаревы после Георгиевского трактата. Было прекрасный договор. И ходили, и в отечественную первую участвовали в войне наша Багратиония армия. Участвовала. И честно героем стали этой войны. Грузии никогда не подводили никого. А сегодня нас обзывают, это разве можно так? Я просто не понимаю. Неужели нет прогрессовщих людей в России, чтобы это все узнали? Вот Багратиония, да столько зашел рода Романовых, что пошли к царскому престолу близко. Я вот не знаю, а мир, мир, если мы не любим, первое наше тост, что мы говорим в жизни, за мир пьем. За мир, первый тост поднимаем за мир. Вовсе ни за что, только за мир, первый тост наш. В эти дни здесь решается судьба мирного соглашения между абхазской и грузинской стороной. Вот что вы думаете о перспективах мирного урегулирования? Как вы относитесь вообще к этому? Я еще не знаком пока с этим пакетом, а когда я знакомлюсь, наверное, я бы уже сказал свое мнение. Почему? Потому что мне бы, допустим, с общей целью, вот допустим, ребят, я бы хотел быть так. Вот ребята раз сражались здесь 11 месяцев, отбивались, вот не нападали. Та же самая есть какая-то разум со стороны грузинской гвардии, вот допустим, что она еще не нападала. Но если понадобится, уже понадобится, мы и нападем. Но сейчас в данный момент, пока еще я в этом ноль. Принцип у меня такой. Ознакомлюсь вот с пакетом договора, допустим, что там, во-первых, какие пункты. И после этого я бы решил с нашими ребятами, с командирским составом своим, вот, и обсудить. Почему? Потому что общее мнение еще командирского состава мне бы обязательно помог бы к этому, чтобы высказать какой-то точный анализ. Только к этому. Вы знаете, в начале конфликта немало говорили о слабой профессиональной подготовке грузинской гвардии. Что вот сегодня, вот спустя 11 месяцев, можно сказать, по этой проблеме, по этому вопросу? Да. Во-первых, грузинская армия, это, если можно сказать, уже прямо 11 месяцев тому назад и создался. Она не была никакой профессиональной армии. Ну, потихоньку-потихоньку, вот, после трех нападений и после такой отдачи, допустим, отбивания, если судить чисто по профессионализму, где-то, можно сказать, процентов 60-70 мы уже нахватили этого. И я думаю, что если мы и далее будем так, и это обязательно нужно. Почему? У нас будет настоящая армия. Я думаю, еще то, что новый министр, который сейчас выбран, вот, и я у него чувствую тоже, что где-то он добьет все равно свое, и где-то он создаст вот такую армию, которая и нужна для грузии. Республика без армии, это нельзя. Никак нельзя его. Если мы республика, если мы грузия, если мы отдельное государство, свободное государство, мы должны свою армию иметь. Я к этому прихожу, к такому выводу. А так, если судить, допустим, да, в нынешнем вот нашем батальоне, а наше 6-й танковый отдельный батальон, вот, здесь укомплектованы у нас и разные национальности. Есть и армяне, есть и русские, есть и немцы, ну, полностью, короче, да. Я думаю, что просто одни похвальные слова в адрес командования, вот как я в данный момент сейчас выполняю, мы выполняем как начальник с тобой и командир. Почему? Потому что командир наш ранен. Вот в скорое время он опять вступит у нас. И я бы просто одни похвальные слова спасибо им. Почему? Потому что они все сделали для того, чтобы не запустить этих, так сказать, идиотов уже полный смеси этих слов сюда, чтобы они превратили после Гагры в Сухуми, мы его не разрешим никогда. Просто если есть у них какой-то, пускай высказывают, пускай решат. Это же в верхах все решается. Ну, где-то наши слова тоже должны они учитывать в верхах тоже. Раз мы выстояли здесь 11 месяцев, это не значит, что раз так и забросит нас. И сделать. Ну, история же должна сказать как-то. А если возьмут сейчас историю, если нас еще обзовут кем-то, ну, это стыдно. Почему? Потому что у нас есть дети, поколения, которые еще, они станут на своих местах, и как-то они должны это воспринять. А как трудно будет, когда 11 месяцев ты сражаешь, сражаешь, вот, допустим, меня 12 месяцев, тебя объявят, ну, чуть не предателем. Нет, у нас предательства не было. Мы начали защищать. А после Гагры уже, после Гагры, гагринские события, уже анализ сделали, это уже четко. И, наверное, наступило понимание того, что отступать, в общем-то, никуда. Никуда. Я думаю, что если мы отступим, да, это считается, что здесь фактически невозможно. Невозможно. Почему? Потому что сзади, а глянется, значит, тот же самый родственник, далее еще продолжится, там и свои, дети, семьи. Куда же? Куда же идти назад? Нам некуда идти назад. Мы будем до конца стоять, до тех пор, пока не стабилизируется все, мы не докажем, что мы те же самые люди, которые хотим мир, и те же самые люди, в каком смысле сейчас, что мы никогда не будем ущемлять, но тех виновных мы будем наказывать. Это чисто, да, виновных обязательно накажем. А если думать о общее положение, допустим, да, батальона, 11 месяцев батальон, который, вот, создался батальон, был докомплектованный батальон, пришел в бою, вступился, значит, ездить не каждый день, но там бывало так, что вот у нас со строя выходили ребята, выходили там из-за ранений, и поезд у нас, и погибшие тоже, но однако вот докомплектовать батальон нужен. Сейчас я недавно был, уже после вот этого нападения, я бы обращался там в сверхах о помощи. Есть у нас помощь, и уже фактически дали нам тоже. Огромное спасибо этим ребятам тоже, их командованию, что я очень доволен к этому, слушают ребята. И просто будем держаться до тех пор, пока она нужна. Говорят, что фронтовое братство – это совершенно особое чувство. Что можно сказать по этому поводу? Вы человек, который с оружием в руках, стоите бок о бок своим с вашими братьями, с вашими друзьями. Ну, это война, как, ну, хорошая про войну не скажешь, но много плюсов, наверное, потому что столько хороших ребят и стольких друзей появилось, что просто те ребята, даже которые после ранения могут вполне оправданно не возвращаться на поле боя, на передовую, они все стремятся вернуться. И недолетчивые раны возвращаются сюда, потому что фронтовое братство – это, наверное, сильнее всех дружб и всех братств, потому что люди здесь познают друг друга. И здесь проявляется и хорошее, и плохое, все на виду. И себя, наверное, тоже познают? Обязательно. Здесь они как и себя, так и друг друга познают. Не без этого. Поэтому то, что объединяет наш батальон, и то, что нас здесь держит, любовь к родине в первую очередь, и обязательно это любовь друг к другу. Потому что все смотрят друг на друга и видят, что друг рядом стоит, он ранен или убили, и он не отступает. И старается дать достойный отпор непрошенным гостям. И все ребята с такой мыслью здесь стоят уже 11 месяцев. Как было ранее отмечено, мы здесь стоим. Но, надеюсь, стоять придется недолго. В конце концов, эта война должна иметь конец. И, наверное, мы в скором будущем. Это будет мирный договор или как, но, наверное, наши войска, в конце концов, должны стоять на границе ПСОУ. И надеемся мы на своих танках. Через году отойдем до леса Лизы ПСОУ и займем, остановим границы Грузии. Даст Бог. Вы знаете, я вас о чем хочу спросить. Война – это жестокая вещь. Вот допустим, что будет достигнут какой-то компромисс и будет подписан мирный договор. Вот сможете вы жить бок о бок с людьми, которые сделали вам, прямо скажем, так много зла? Вы знаете, я всего лишь несколько дней в этой части беседуя с ребятами в окопах. Я понял одно – они мечтают об атаке. И кажется, с первого взгляда, что это их единственная мечта. И вдруг заканчивается разговор об атаке. И вдруг кто-то там скажет – в Скай наступит мир. Кто-то вспомнит то время, тот день, когда мы вместе все жили здесь. И жили, уважая и любя друг друга. Возможно это. Возможно. Спасибо. И последнее. Я хочу, чтобы вы все представились и передали под нашей традицией привет родным и близким. Вы знаете, я директор 40-й школы города Твилиси. Я хочу привет передать всем моим ученикам. Я хочу передать привет своей дочери, тамуне, жене. Я хочу всем нашим ребятам, раненым, которые лечатся в разных городах Грузии, передать большой привет. И они нами не забыли, всем, чем мы можем, и им поможем. Ну, я как Зураб Самуши, начальник штаба, в данный момент и командир. Я просто всем раненым хочу передать большой, огромный привет. И включая здесь и моего родного брата, которого я не мог увидеть его, и передать так, что в скорое время я окажусь в него. Янук Зар Аруши, замкомандир батальон по полиции Шацких. Хочу передать всем больным, чтобы быстро выздоровели, все вернулись к нам. И еще хочу один сказать, что если уж так на это дело пошло и так хотят закончить войну, пусть то формирование, которое стоит на той стороне, пусть сложат оружие, как мы создадим армию, которая будет Абхазию контролировать, совместную армию. А что, возрождается грузинский боевой дух? Грузинский боевой дух всегда был. Просто она была как-то притуплена, потому что мы перешли на мирный труд. Нам не нужно было воевать. А сейчас? А сейчас вот вынудили, и сейчас уже Грузия стала тоже в боевом строю, как и было. Может, мы, конечно, до наших дедов еще не дошли, но где-то процентов 80 приблизили к ним. Это обязательно будет? Это будет, потому что если есть рядом такие ребята, как вот эти, да, вот стоят кругом, вот эти ребята, с ним в вагоне воды не страшно. Если человек выдержал 11 месяцев все лишения, все тяготы, все на нас было, так что с этими людьми можно везде пойти, и в мирном труде работать, и порядок наводить, и сражаться. Спасибо большое. Вам тоже большое спасибо за внимание. Прошу, чтобы по часу к нашим ребятам приходили бы. Вон там вот разведчик, вот Боря Тодува, позовите его. Между прочим, очень много знает. Подойдите к нему тоже. Боря Тодува, иди сюда. Здравствуйте. Мы из грузинского телевидения. Вы разведчик. Скажите, вот чем вам, собственно, здесь приходится заниматься? Вот немного расскажите о том, что вы делаете. Я могу одно сказать. Занимаемся тем, чем нужно. Ну и как? Нормально. Скажите, вот вы по призванию разведчики, или все-таки вы этой профессии обучены уже здесь, на месте, так сказать, под бомбами и огнем? Ну что я могу вам сказать? Военными нерождаются, ами становятся. А вы профессиональный военный? Я думаю, что нет. Ну вы собираетесь стать профессионалами? Время покажет. Время покажет. Вот сейчас вот ребята говорили о том, что они здесь защищают. Что вы можете сказать об этой войне? Что вам сказать? Я думаю, нового я ничего не скажу. Тот человек, который защищает свою землю, я думаю, он всегда будет правым. Откуда вы? Я отсюда. Местный. И последнее. Может, вы хотите передать привет своим близким и родным? Наверное, вы дома давно не были. Да. Дня 15 дома не было. Это правильно. Ну что могу передать? У нас все нормально. А как вы относитесь к перспективе мирного урегулирования? Вот я уже спросил у других ребят об этом. Мирное урегулирование? Как вам сказать? Я бы не простил смерть детей, женщин и стариков именно тем, кто это сделал. Преступление должно быть наказано. Конечно, но такого не прощается. Вот сегодня я выезжал в город, выезжал в Гранды, и вот две женщины убиты, ребенок с матерью убиты. Понимаете, такого нельзя прощать. Единственное, я хочу сказать то, что наше телевидение немножко не показывает именно то, или не в полной мере это показывает, именно то, что делают с этими бедными детьми, женщинами, стариками. И хотелось бы пожелать, чтобы это показывали по телевизору. И при этом объясняли людям, именно кто это делает, и ради чего, и почему. Будем надеяться, что мы, наши воины, сумеют уже в ближайшее время пресечь вот такие факты, пресечь это зверство, и будем надеяться, что победа, как сказал, как было сказано уже однажды, будет за нами. Ну, я вам одно скажу, я не собираюсь надеяться. Я думаю, наш коллектив, наши вот ребята, солдаты, офицеры, они не надеются на это. Они знают, что мы победим. И какие бы там песни ни рассказывали, ни пели с той стороны, гимны какие бы ни сочиняли. Понимаете, зло всегда наказуемо. Это доказанная история, она так и будет. Так что от этого никто еще пока не уходил. Так что, спасибо большое, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо. 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 . . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Спасибо. . 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